Мы сегодня в Караколе и расскажем о новом гостевом доме Кире-Ге-Таш. Пойдемте! Главная особенность этого дома, что хозяева Кире-Байке, его супруга Асель, они сами делают дизайн комнат из подручных срезов, из дерева, из камня. Я думаю, сегодня вы точно удивитесь. Просторный двор. Название Кире-Ге-Таш. Уютные скамейки во дворе. Козже мы пройдем к вами в банке. А те, кто любит после баньки красиво отдохнуть, зимою здесь специальная купель, ее топят. Потом сюда присаживаются гости. Вода заливается по самый верх. Различными целебными травами заполняют все это. И вы как супчик варитесь в этой большой-большом чане, отдыхаете, расслабляете. Летом тоже можно под заказ сделать, под баню, но обычно это используется зимою. Когда представьте, все покрыто снегом, и вы купаетесь на открытом воздухе. Давайте начнем с баня, она по пути. Почему сюда приезжает много туристов? Вот такое красивое помещение. История этого дома началась именно с этого стола. Когда хозяин принес и сказал, давай что-нибудь сделаем интересное. Все это стало обрастать, обрастать. Различными креслами, потолками, маленькими деталями. После этой бани они решили сделать гостиницу. И сейчас мы видим красивые номера, они тоже сделаны в таком дизайне. Видите, в этом много маленьких мелочей. Здесь у них есть солевая комната. Как видите, разные виды. Все натуральное, все для вашего здоровья. Так что можно не только в баньку сходить, но еще находиться здесь, чтобы подышать солью и хорошо провести время. Вот такой вот фонтан, водопад. Сначала попали солью. Здесь парилка, люди нагреваются, просторная, помещается до 10 человек. И потом бегут туда под собственный водопад. Разуваемся. Какая сталь у нас принято развиваться на входе. Поднимаемся наверх. Для пожилых туристов, естественно, будет помогать багажом. Но молодые, я думаю, справятся. Потому что ради такой высоты можно и постараться. Вот такие двери, детали. Заходим в спальню. Не спальню, а почивальня. Хоромы. Вот такая вот шикарная комната. Смотрите, какая люстра. Так что, как разглядывается, можно разглядывать часами, игратьясь в те горы. Все маленькие детали. Все подставки. Все вешалки. Видите, какой-то корень стола. С ним можно, мне кажется, отдельно фотографироваться. Еще ворот, корень не один. Здесь есть и справа. Здесь приставочки. Кровать сама сделала хозяина. Все из местных материалов. Калатики для вас. Просторные ванны, душевые комнаты. Потому что мы так любим развивать в Кыргызстане. Есть душ. Из камня сделаны все детали. Зеркало. Все аккуратно. Прям приятно наблюдать. Но комнаты здесь разные. Хозяин хочет дублироваться. Все делает в разном стиле. В Кыргызстане ковры и шердаки. Есть комната уже с камнями. Тоже очень просторно. Шикарная ручная работа. Люстра. Я не знаю, картина не узнаешь сюда уже. Что-то дизайнерское. По эту сторону тоже не оставили в стороне. Все обыграли и с камнем. И с деревом. Холодильники обтянули бешковиной. Кровати широкие, просторные. Тумбочки сами сделали из дерева. Все аккуратненькое. Опять просторная душевая комната с туалетом. С каменной раковиной, с зеркалами, с крючочками. Тут даже вещи страшно повешать. Жалко. Хочется пофотографировать и аккуратненько сложить все на кровать. Не дай бог здесь что-нибудь не испортить, не поломать. Столько маленьких деталей. На самом деле оно просто поражает. Можно было сделать просто стенку из камней. Они ставили ткань, деревяшки. Даже здесь между деревом везде арканы, 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 арканы. Прям молодцы. Очень зелено. Везде трава, везде кусты. То есть люди хотят, чтобы люди дышали кислородом. Это уже трехместный номер. То есть у нас есть два дабл и три комнаты трипл. В таком дизайне уже две комнаты готовы. Сейчас они собираются готовить до весны третью комнату, тоже трехместную. На сегодня, повторюсь, есть два дабл, два трипла. Вот такие красивые, прикорированные. Двери сами. Здесь тоже у этой комнаты свой душ-туалет. У тех комнат тоже свои души-туалеты. Опять, место не пожадничали. Сделали очень много, очень просторно. Все идеально чисто. Кургызский шердак, дерево, арканы, зеркала. Сделаны подмог стены, натуральный камень, люстры, натяжные, мишковинные потолки. Я думаю, что туристам будет очень интересно здесь побывать, отдохнуть. И последняя комната, место, где кушают туристы, давайте посмотрим. Здравствуйте. Вот такой огромный зал. Люди здесь кушают, обедают, ужинают, завтракают, два стола. Хозяева опять и здесь удивляют своих гостей. Просто шикарная полка для книг. Не знаю, что больше интересно будет, сами книги или сама полка. Все сделано добротно, качественно. Поэтому уверен, что вашим гостям здесь будет уютно, чисто. И самое главное, интересно. Потому что туризм – это эмоции. Я думаю, проживание в таком красивом доме, эмоции будут только положительнее. И запомнится очень-очень надолго людям отдых в Кыргызстане. Приезжайте к нам, вам точно понравится. Продолжение следует... Продолжение следует...